здравствуйте друзья приветствую вас на канале force lamp сегодня из кедра будем делать блюдо блюдо в виде листа монстера я в интернете погуглил подобные штуки нету блюда разных есть из тарелок но из дерева вернее в виде тарелок но тут из монстер как-то мне на глаза не попадалось тем более попросили сделать почему бы нет это кедр уже такое естественно говорится сушки толщина у него где-то 60 кому чуть там 65 приблизительно миллиметрах картинку просто теперь рисовал с интернета нашел листок принципе как бы ничего сложного даже немножко доска выгнутая но как бы мы этим выгнутостью и и воспользуемся сделаем эту выгнутость более внутрь основание все но будет маленьким то есть в общем это все пойдет согласно этой тарелке до скулы вроде бы вы не должно это все по идее вырывать там гнуть потому что она полежала уже не в новых трещин где не появилась в тем более пришли попки и и нету сосны бы конечно наждачка все остальное забивалось не сильно на кедр как-то вот хорошо просушенный он не забивает наждачку вот соответственно это был выбраны на него это что сильно мягкий но и при покраске в отличие от лиственницы других твердых пород он накрашивается очень быстро то есть где будет цвет бледный у кедра будет более насыщенное покрытие то есть он очень сильно впитывает пористо дерево очень очень сильно но и очень легкая то есть тарелка получается практически невесомая а высушена легкая сначала хотел сразу ленточкой запиливать все эти радиусы но после первого же раза показалось что ленточка такого круга ля сразу дать не может соответственно пришлось засверлить но надо было лучше использовать фостеровские сверла потому что при сверлении пером получается сильное корявое отверстие потом это пришлось все вышлифовывать дремелем соответственно то есть лучше если есть возможность сверлить и сразу фостером или сверлом по дереву там каким большим диаметром на 10 может кому как но не перни перьями перья только работают на больших оборотах еще более-менее но на сверлилке если обороты маленькие то она просто рвет древесина особенно мягкая то есть это вот я уже учел и в следующий раз так делать не буду сразу предварительно за вырезаю все отверстия и уже потом буду сам сам процесс но по-хорошему честно говоря я бы думаю что нужно было сначала сделать углубление это я сейчас уже схожу из это с высоты из сделанного изделия что в принципе можно было эту чашу сделать сразу целиком уже углубление и в конце потом вырезать эти все загогулями это было бы и ленточки гораздо легче и в процессе работы бы не отлетали лепестки потому что я в процессе работы отлетел у меня лепесток первый раз даже два раза отлетели не один у меня отлетел из-за того что я сильно его зажала вот козлом который вот так треножник под козел который сжимает вот и второй раз уже при я шлифовки отлетел но у меня клей есть двух компонент и там наклеивать баллончиком вызываешь он склеивает моментально тут же то есть не не пришлось ждать это там пару часов даже то есть сразу же начал работать и вот он эти примеру просто сильно даванул ногой там педалька и уже отломилась эта штука ну при обработке я в этот момент учту нужно будет покрыть каким твердым маслом для пола скорее всего там сильно пропитывается и вот плотность или жестко дерево дает вот ну и опять же здесь таких нагрузок думаю не будут при желании конечно сломать можно или использовать кстати как вариант что волокна будет поперек сделать туда лист будет некрасивый я вот такой вариант рассматривал когда все-таки волокна дерева вдоль листа это как-то красивее получается поперек может будет гораздо жестче лепестки эти но не очень красивый функция будет лис должен быть все-таки такой вдоль волокон пара исходить или использовать момент чтобы отверстия эти лепестки были соединенные отверстия были вырезаны но крайняя часть листка была в одно целое это тоже как вариант имеет право на жизнь глубину я вырезал все сразу крафтовским диском трехзубым занимает конечно время и надо потерпеть пока это все стружку не летет никак дробинки эти все доски по пальцам дед надо перчатках рекомендую обрабатывать то есть это вот самая муторная работа у скругления и по радиусу и выбор внутренней части ну а потом уже просто диском обдирочным все это внутри более менее выровняет потому что все таки от этого диска с тремя зубьями получать сколько и бороздком там идеально не снимает сначала более грубая и потом уже финиш наиболее вариант это 80 сначала наждачка на гибком резиновой валу а не воловой резиновой шлифовки как там называется для камня используется они есть разная жесткость это сразу взял самую мягкую она эти формы тарелки более-менее повторяла ну и потом в концовке где-то уже на 180 наждачки это все зашлифовала мельче и не стал сильно делать потому что потом бы тем лучше отшлифована тем хуже ложится цветное масло я планировал все-таки сделать его не в цвете дерева а вот именно в цвете мастера то есть зеленый цвет покрыть его маслом но в итоге а получилось принципе нормально но я думаю что нужно будет покрыть два слоя после слегка бледный вот я скорее всего покрою в два слоя и покрою потом прозрачу блестящим маслом до больше появился матовый блеск и уже тогда в инстаграме вложу фотографии более-менее то вещи как она будет в финише по времени это займите гораздо больше но эффект мне понравился все-таки дерево тоже по цветным маслом тоже смотрится классно хотя бы если я в это бы покрыл бы бесцветным маслом или в цвет дерева но это было бы обычная деревянная тарелка и никак бы она сильно не пересекалась с блюдом таким как именно с деревом монстера а при покрытии маслом цветным вот такой эффект получился более матовый но все равно и в конце концов ее покрою более-менее прозрачным маслом всем спасибо кто досмотрел до конца друзья подписывайтесь ставьте лайки поддержите гриц канал до новых встреч будет еще очень-очень много интересного удачи всем кто досмотрел до конца